Доброй Раницы, Беларусь! Доброе утро, любимая страна! Напоминаем, сегодня 17 июня, это понедельник, а буквально вчера в Беларуси отметили День медицинского работника. Ну а сегодня по этому праздничному поводу мы рады приветствовать в студии Доброй Раницы, Беларусь, главного врача 3-й городской клинической больницы имени Клумова, Наталью Саевичу. Конечно, Наталья Ивановна, рады поздравить вас с праздником, пускай уже случившимся, но, мне кажется, никогда не будет лишним поставить и сказать вам слова благодарности за труд всех врачей нашей страны. Спасибо большое. Мы поздравляем вас не только с праздником, но еще и с наградой, которую вы получили из рук митрополита Минского и Заславского Вениамина Патриаршего Экзарха Всебеларуси. Давайте о награде поговорим, вот что она лично для вас значит. Ну, это огромная честь получить такую высокую награду. Но в данной ситуации эта награда была вручена мне как руководителю, но за работой любого человека стоит работа огромного коллектива. И, конечно же, эта награда, она посвящена именно работе коллективу, работе профессионалов, работе людей с определенной целью и людей, которые делают свое дело для помощи пациентов. И, конечно, эта награда возлагает на нас огромную ответственность и на будущую работу. Но мне кажется, что в этой награде есть еще и другой смысл. Врач, как никто другой, имеет особо выраженные христианские качества, такие как милосердие, любовь к ближнему, доброта, гибкость ума, то, что, наверное, делает врача достаточно особенным. И, как говорил великий Сократ, все профессии от людей, и только три от Бога. Врач, судья и учитель. Поэтому эта награда очень большая честь для нашего коллектива. Даля Ивановна, Вы так интересно рассказываете, что сразу захотелось узнать, а как Вы пришли в профессию, как это случилось? Случайно? Вы из династии из врачебной, как это часто бывает? Может быть, по велению, по зову сердца? Как это произошло? В моей ситуации это было все-таки по зову сердца. Я хотела стать врачом очень с ранних пор, когда мы еще ходили в детский сад. И Вы знаете, что все девочки были врачами, все мальчики были космонавтами. С пятого класса это желание стало уже целью. И старшая класса, я уже понимала, что я хочу быть врачом, потому что я хочу помогать людям, я хочу, чтобы люди были здоровы и счастливы. Что касается династии и случайности, мой сын и моя сестра после меня тоже стали врачами. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки династия рано или поздно будет. А по поводу случайности, медицина это та область, где случайных людей, я считаю, быть не должно. Туда должны идти уже совершенно мотивированные люди. Люди, которые понимают, что они будут отдавать часть себя другому человеку. Что у них будет меньше времени для каких-то своих личных целей. И в настоящее время вот эта профориентационная работа, она имеет очень большое значение. И Вы знаете, что недавно в республике прошла акция «Запусти сердце», в которой участвовали именно школьники, старшеклассники. И я думаю, что после этой акции достаточно много школьников выберут профессию врач. И с сентября месяца в республике совместным министерством здравоохранения и министерством образования будет проходить еще один проект, в котором ученики старших классов во время своей учебы будут иметь определенное количество часов для того, чтобы знакомиться с профессией медицинского работника. Но это на самом деле очень важно, потому что врач – это не та профессия, о которой ты можешь где-то слышать, видеть ее, где-то соприкасаться в качестве потребителя, то есть пациента, который приходит. Действительно нужно попробовать. Нужно попробовать, и знать, с чем ты столкнешься, когда ты конкретно будешь учиться очень долго, а дальше работать с людьми. Поэтому хорошо, очень хорошо, что дети могут это сделать здесь, на раннем этапе, прежде чем подадут документы в определенный вуз. Но все-таки хочется о вас поговорить, потому что вы почти три десятка лет в профессии. Начинали с врача-неанатолога, все правильно, а теперь дошли до руководителя. Вот скажите, что вам ближе, что, возможно, проще – лечить или руководить? Вы знаете, если ты любишь свою профессию, если ты этой профессией живешь, если ты каждый день знаешь, что ты хочешь сделать, то сложности нет ни в лечении, ни в руководстве. Потому что и в одной, и во второй ситуации ты работаешь с людьми, и ты должен как понимать пациента, так и понимать сотрудников, тех, с кем ты работаешь. Поэтому в этой ситуации, да, ты должен предвидеть какие-то моменты, ты должен акцентироваться на чем-то. Если это пациент и должен знать, как поставить диагноз, какое лечение ему назначить, если это сотрудник, который в любой момент может прийти к тебе как руководителю со своими житейскими обычными трудностями, ты всегда должен найти выход из положения помочь сотруднику. Потому что я считаю, что люди, которые работают, они должны приходить на работу в комфортные условия. Они должны приходить, понимая, что если будет какая-то сложная ситуация, то руководитель, неважно, руководитель учреждения, руководитель отделения, руководитель какой-то службы, он тебя примет, выслушает и поможет. То же самое с пациентами, совершенно то же самое. Но сейчас все-таки хочется больше поговорить про коллектив старейшей минской больницы. Расскажите, пожалуйста, кто сейчас работает в больнице Клумова? Да, буквально в прошлом году клинике исполнилось 195 лет. Клиника является действительно одной из старейшей в республике больницы. Она создавалась как первая еврейская, первая советская, и вот настоящая, это третья городская клиническая больница. Коллектив, наверное, один тоже, если взять по возрасту, около 30% сотрудников в клинике это люди, которые работают свыше 40 лет. Опытные специалисты. Около 10% те, кто работает свыше 50 лет. И, конечно, достаточно много молодежи, 42% это молодые специалисты до 40 лет. И вот это разное поколение людей, именно вот это помогает коллективу работать слаженно. Потому что люди, которые имеют большой опыт работы и большой жизненный опыт, они, конечно же, как наставники помогают молодым специалистам войти в профессию. Такой обмен опытом. Да, решить какие-то, опять же, те житейские проблемы, которые для молодежи сейчас, ну, для некоторых это вообще очень сложно. И когда ты приходишь к человеку, который имеет опыт, у которого большая семья, много детей и которые имеют опыт в профессии, ты можешь с ним поделиться совершенно любыми трудностями. И, наверное, вот это поддерживает коллектив именно на том высоком уровне, который, наверное, помогает нам получать такие награды и медали. Наталья Ивановна, наверняка у коллектива, у кого есть возможность, прямо сейчас подключены к нашему эфиру, и наверняка жду, что вы к ним обратитесь и скажете приятные слова. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я хочу вас поздравить не только сотрудников своего родного коллектива, но и, наверное, всех коллег с этим прекрасным праздником. Я хочу пожелать вам всем добра, радости, оптимизма, оставаться в профессии, получать от этого огромное удовольствие. Как говорил Пирогов, быть счастливым счастьем других – вот настоящее счастье и земной идеал каждого, кто выбрал профессию врача. Счастье, добра и мира вам и вашим родным. Мы присоединяемся к вашим поздравлениям, к вашим пожеланиям, но от нас, от людей, которые к вам обращаются, приходят в трудный момент. Хочется сказать большое-большое спасибо в вашем лице всем врачам нашей страны. Спасибо огромное. Спасибо. Ну и напомню, что сегодня в студии Доброй Раницы Беларусь мы пообщались с главным врачом 3-й городской клинической больницы имени Клумова Натальей Саевич.